Всем привет! И снова игра, и снова интеллектуальный клуб Искры Интеллекта. И сегодня мы находимся в Берлине, на второй игре сезона. Напомним, в прошлый раз уверенно победу одержала команда Балаковская АЭС РЦ2. А сегодня участвует 16 команд и представлено две дисциплины. Что, где, когда и раздаточный конкурс «Краткий пересказ». Что ж, смотрим, как проходит игра. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я сказал, что вам подарить от нашего отдела Bobby Games настольную игру. Мне кажется, мы любим интеллектуальные игры. Мы играем в настольные игры, вы играете в трое интеллектуальные игры. И мне кажется, мы так или иначе родственны друг к другу. Мы хотели бы с вами дружить. У нас сегодня был конкурс «Краткий пересказ «Краткий пересказ». Субтитры сделал DimaTorzok «Краткий пересказ» «Краткий пересказ «Краткий пересказ» «Краткий пересказ» Ну что, ребята, откуда такое вдохновение, откуда такие силы? Вторая игра подряд. В общем-то, у вас на этой неделе первый был Кубок Атома электростанции. Сегодня Кубок Атома электростанции. Сегодня Кубок Атома электростанции. Откуда берете силы? Наверное, из себя, изнутри мы уже давно соскучились по победам. У нас как-то сезон начался не шатканевалка. Хотя второе место в предыдущей игре «Искринтеллект» тоже неплохо. Но все равно как-то статус победителей двух последних сезонов обязывает выигрывать. Наверное, накопили спортивную злость и, собственно говоря, выдали на гора. На предыдущем атомском турнире мы просто не смотрели на таблицу, играли. Там была онлайн-таблица. И когда смотришь на нее, сразу начинаешь переживать, что ты взял. Не взял вопрос, другие взяли. И, соответственно, уже как-то настроение уходит в нуле. И думаешь только о результате, а не о самой игре. А мы не смотрели, играли в свое удовольствие, можно так сказать. Ну, а сегодня, наверное, уже по накатану у нас пошло. Плюс немножко потренировались, посчитали вопросы друг к другу, пока ехали сюда. Не теряли ни минуты. И вот результат налицо. А как готовитесь к играм? Есть какие-то у вас ритуалы перед игрой? Ну, ритуалов как таковых нету. Мы, наверное, команда менее эмоциональная, чем некоторые ребята. Но, с другой стороны, мы берем, наверное, своей сыгранностью и постоянством, и порядком. То есть у нас всегда все в команде одни и те же практически. Там есть один взаменный. Всегда в форме, собственно говоря, да, в футболках. Все берут, хотя это достаточно наша работа сложная, брать эти футболки. И, наверное, вот за счет вот этого дисциплины мы все-таки, наверное, это наша фишка дисциплины в команде. То есть атомщики дисциплинированы, что на работе, что в игре, что и в жизни? Ну, на работе приходится, да. В игре, наверное, уже так вот по какой-то накатанной идет. Про других атомщиков не скажу, но мы все-таки, да. Ясно. Андрей Иванович, тоже несколько слов. Что получилось, что не получилось в сегодняшней игре? Ой, получилось очень многое. Мы победили. Ну, не получилось. Ну, пара вопросов, которые, ну, никто не взял. Это тоже нормально. Особенно просто вопрос про Нойя, когда нам разжевали его. Это просто был взрыв смеха. Как его можно не взять? Это был бы реально прекрасный вопрос. Самый лучший, наверное, вопрос. Все, что можно придумать, так скажем. Ну, на этой, из этого пакета. И его было бы приятно не взять, конечно, было бы еще приятнее его взять. Ну, так же, что не получилось. Не получилось, как бы, вот этих гробы, которые взялись. Хотелось бы, конечно, их тоже больше был результат. То есть, из 30 вопросов, там, взять 30 вопросов на 29. Ну, это наш, как бы, результат. Хотелось бы к этому стремиться. Мы будем к этому стремиться. Наверное, было бы неинтересно брать 30 из 30, поэтому мы все-таки радует, что... Есть сложные вопросы, потому что команда играет все-таки и разные. И ребята-школьники играют, да, им тоже хочется поучаствовать в этой игре. Хотя они, иной раз бывает, и первые места в наших турнирах занимали школьники, да. Вот. Ну, поэтому есть вопросы разные. Конечно, рады, когда мы берем... Самое приятное, конечно, когда мы берем вопрос уже под конец, когда один что-то сказал, другой накинул, третий раскрутил, четвертый выдал в игре. Последний результат. Это самое классное, конечно. Вот побольше таких вопросов. Это будет приятнее. Вот, кстати, да, говоря о новичках клуба, вам приятно, что вообще думаете о том, что клуб пополняется, приходят новые игроки, увеличивается. Сейчас уже идут разговоры, а не сделать ли две лиги? Нет, это здорово, это замечательно, что люди приходят, играют. И то, что команды растут, потому что первое время, конечно, атомные команды. За счет того, что большой опыт у нас, мы играем уже не первый год. Мы были, да, мы были в лидерах. А сейчас, ну, априори, тут, конечно, без вопросов. Вот не случайные люди. Команда, которая выиграла последние две игры в Ума-палаты, и причем выиграла тоже с огромным отрывом от всех. Ребята просто фантастика. Ну, и остальные, вот, ребят с нашего двора тоже молодцы. Они в состав нестабильный, но собираются, играют с энтузиазмом, с задором. И у них многое получается. Больше, как каждый игрек, больше блондинки, постоянные трепатели нервов, как их Жень называет, да. Девчонки молодцы, у них тоже многое получается. И, ну, раз они выигрывают турниры. Это здорово, то, что нету кого-то, кто вот прям всегда выигрывает, потому что это было бы неинтересно. И нам в то же время это нас подхлёстывает, чтобы мы дальше развивались, росли, что-то там читали книги, смотрели фильмы и так далее, изучали картины. Сегодня у нас дебютировал третий человек из нашей бригады на работе. То есть я, Ваня, и ещё один в Атом-Сити, который выступил очень достойно. Команда, которая взяла единственный вопрос, который, ну, из всех команд, которые раскрутил один вопрос, который мы не взяли, тоже бывает такой. Но это было очень интересно, очень захватывающе. То есть люди встягиваются, и мы этому рады. Как вам подарок от партнёров? Вообще, мы, честно говоря, не ожидали никаких подарков. Обычный кубок, и всё это для нас. У нас полочка на работе есть отдельная. Мы там все кубки складываем, все заходят, сразу видят. Вот, ну, подарок это тоже здорово. Здорово то, что открылось такое у нас заведение в городе, то, что, может быть, прийти, выбрать что-то, заказать, играть. Потому что действительно интеллектуальные вот эти вот игры, они развивают не только мышление, но логику, сыгранность, дружеские отношения. Ну, и вообще, это здорово, я считаю, что такие вещи у нас появляются. Там не только можно покупать, я так понимаю, но ещё и приходить и просто играть, турниры проводить. Может быть, мы и там будем командой выступать, 6 человек, кто знает. В общем, плавно перемещаемся из Берлина в Гринхаус. Да, да, да. Ну всё, спасибо, поздравляю вас. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok